Всем привет! Вы на канале Книжная Полка, и сегодня я начинаю свой новый книжный влог. Сейчас я очень рада, у меня просто безумно хорошее настроение, потому что случилось одно событие, которое я очень долго ждала, вот, но я об этом уже говорила в прошлом влоге. Сначала хочу сказать вам о книге, которую сейчас читаю, а точнее дочитываю, и это «Я тебя выдумала» Франчески Запи. Я ничего особо не ждала от этой истории, потому что ждала одну книгу, которая мне пришла сегодня, но я решила все-таки не тратить время впустую и все-таки начать какую-то книжулю, но никаких надежд я не возлагала. Выбор пал на эту книгу, но уже с первых строк меня затянуло, и история, наверное, войдет в лучшую за этот год, или даже в любимые, просто она мне очень нравится, очень-очень нравится. Здесь главный грань болезнь в шизофрении, и все достаточно грустно, но при этом написано так легко, и шутки классные, и герои невероятные просто, и сочувствуешь им, и любишь их, и просто, боже, здесь такая любовная линия милая. Мне осталось буквально страничек 30, потому что я ее за три дня уже почти дочитала, поэтому сейчас покажу вам посылку, которая мне пришла, и сяду ее дочитывать, а потом уже вместе с вами выберу новую книгу, но просто запомните ее обложку и читайте, если еще этого не сделали, она шикарная, подробнее расскажу в прочитанном, надеюсь его скоро снять. Ну и, собственно, штора. Боже мой, в прошлом влоге я говорила, что жду одну книгу очень сильно, это Король Шрамов, либо Ордуга, и я надеялась ее ухватить в книжном магазине, но не нашла. И сегодня я забрала книги, но еще я заехала в Читай-город и купила Короля Шрамов, и, о боже мой, я так рада, когда я ее увидела, я просто визжала, и поэтому сейчас буду распаковывать посылку с Бук-24, здесь другие книги, и потом покажу вам Короля Шрамов. О боже, меня переполняют эмоции, но давайте сначала я успокоюсь, все-таки покажу вам книги, здесь получается четыре штуки, и еще плюс Король Шрамов, так что давайте уже начинать. Кстати, очень интересно упаковал Бук-24, я, по-моему, у них второй раз только заказываю, вот, и я не всегда упакую в такую пленку, мне кажется, ее без ножниц просто не разорвать, поэтому начинаем. Первая книжка это Эхо Севера, я, если честно, не читала нотацию, но меня привлекла ее обложка, и вроде бы она такая зимняя, атмосферная, потому что, ну, как бы Эхо Севера, на Севере есть снег, ну, логично, вот, поэтому, думаю, она будет такая снежная, холодная, и, надеюсь, понравится. Ой, вторая книга пришла мне очень покоцанная, просто у нее все перекосило, серьезно, здесь не видно, но, блин, в очень плохом состоянии пришла. Ну, ладно, на самом деле, я все равно рада, что, наконец-таки, она у меня, потому что ее не было на зоне, а я очень долго хотела ее. Это продолжение всем парням, которых я любила, вторая часть. Я обожаю фильмы, в сентябре прочитала первую часть, а вторую нигде не могла найти, поэтому, наконец-таки, она у меня, хотя в плохом состоянии, но, на самом деле, главное не оформление и не качество, хотя это желательно, конечно. А главное, история, так что будем читать, и, надеюсь, она понравится мне так же сильно, как первая часть. Ох, третью книгу я тоже очень ждала, это Побег от Гудини. Недавно прочитала Оходу на князь Дракулу, мне вообще нравится серия Керима Нескалка, а это уже третья часть, и здесь, вроде, появляется соперник у Томаса, все так говорят, поэтому я надеюсь, что Томас останется таким же шикарным, и мудрый выберет его, скоро буду читать. Ну, и последняя книга с Бук-24, это новинка от Аси Лавринович, но не знаю, насколько новинка, потому что у нее там еще одна книга вышла, но я обожаю эту девушку, я у нее читала только одну книгу от одного зайца, но она мне безумно понравилась, просто, знаете, там такой классный юмор, и она очень легкая, тоненькая, смешная и романтичная, главное, поэтому я сразу же, когда увидела эту книгу, прислала ей описание, вот прям заказала, просто щелочком, вот так вот, типа, ребят, мне нужна эта книга, ну, и сейчас вдох-выдох просто, потому что, боже мой, ждала книгу полтора года, серьезно, я ждала, пока она выйдет на английском языке, когда прочитала Шестерку Ворнов, 29 января, даже число помню, как ждала, вышла она на английском, и тут нам сказали почти сразу же, что она выйдет на русском только в октябре, это полгода еще ждать, и очень сильно расстроилась, потом она вышла в октябре, а на Озоне ее не было, и я не могла заказать, и когда все уже ее читали, я не могла ее прочитать, хотя ждала полтора года, потому что всегда заказываю только на Озоне, и, наконец-таки, я зашла в Чистой город, боже мой, просто у меня нет слов. Вы просто видите это, господи, я не знаю, мне не верится, что я держу ее в руках, боже мой, мне даже непривычно видеть обложку русскую, и непривычно называть ее по-русски, потому что я привыкла за полтора года называть ее King of Scars, а тут она раз и король шрамов, я просто не могу, я серьезно ее очень-очень ждала, и она безумно толстая выглядит, но на самом деле здесь всего лишь 600 страничек, и это меня расстраивает, но, боже мой, я буду их растягивать как только могу, сегодня же начну эту книгу, и потом буду с нетерпением ждать вторую часть, я просто 100% уверена, что она мне понравится. Оформление очень-очень-очень классное, очень красивое, конечно, не знаю, как она будет сочетаться с остальными книгами Либардуга, потому что они все в темных оттенках, но без разницы, потому что король шрамов просто воздуха не хватает, ребят, я очень-очень-очень-очень-очень рада, что она наконец-таки у меня, серьезно, вы просто не представляете, как я ее ждала, я каждый день просыпалась с мыслью, когда выйдет король шрамов, поэтому у меня нет слов, до сих пор не верится на самом деле, просто я даже не читала аннотации, чтобы не нарваться на спойлеры, но это книга о моем любимом персонаже, и, о боже мой, посмотрите на этот, тут есть даже когти, о боже, о боже, о боже мой, ребята, вам этот влог сейчас превратится в какие-то визги сплошные, потому что я буду читать эту книгу весь влог, я счастлива, просто, я не знаю, я не знаю, я очень-очень рада, очень, прям, не верится, что она у меня, я сейчас заплачу, боже мой, ну сейчас дочитаю книжечку, и начну сразу же, просто не терпится уже, хотя я тебя выдумала, тоже не хочется заканчивать, что за дилемма? Ну и сейчас я бы хотела сказать вам немного о планах на вечер, так как сейчас только 5 часов, у меня еще есть достаточно много времени до того момента, как я пойду спать, во-первых, я сейчас сажусь читать «Короля шрамов», и у меня есть время до 8, то есть потом я сяду делать ДЗ, возможно, включу сериал или фильм на заднем фоне, и пойду снова читать, поэтому вот такие вот у меня читательские планы, вечер должен получиться хорошим, потому что задали очень мало, и да, я пошла начинать самую долгожданную книгу этого года, просто до сих пор счастлива, и не верю, что уже сегодня я снова покажусь, «Мир Гришаверса». Нашла специально для этой книги закладку с Николаем Ансоум, потому что он главный герой, печатала ее достаточно давно, и сейчас буду начинать. Здесь, кстати, еще есть карта Равки, новая, она пылина в золотом цвете, и более подробная, хотя это даже не карта Равки, это карта всего мира Гришаверса, здесь много очень деталей, в отличие от прошлых карт, буду ее потом рассматривать внимательно. Кто не знает, Либардуга пишет фэнтези, книги в одном мире Гришаверсе, и там есть люди с магическими способностями, которые называются Гриши, каждый из них имеет свои силы, именно этим Гришам посвящены все книги Либардуга, вот, и здесь получается главный герой, принц Николай Ланцов, он мой любимый персонаж в мире Гришаверса, поэтому я безумно рада, что про него вышла отдельная диалогия, вот, я уже держу в руках первую книгу, вторая выйдет только в следующем или в послеследующем году, но это меня не расстраивает, ужасно расстраивает. Общество звонит, девочки. Первый упавшийся в цифре, что ли? А, нет. Это просто кто-то в рот и выбил барана. Смотри, смотри, снимай. Смотри, смотри, снимай. И сейчас Настя такая, ой, девочки, я упала. Я сейчас уже вернулась со школы, по пути зашла в фикс прайс, купила там новогодних украшений, которые буду использовать для фото. А что насчет вчерашнего вечера? Во-первых, я читала до восьми, и это единственное, чему я последовала из своих планов на вечер, потому что потом я села, открыла телефон, и просто до десяти сидела в телефоне. Я не знаю, как это получилось, но я не могла как-то оторваться, играла в клуб романтики и всякие игры, и просто сидела в соцсетях. И как бы смотрю на часы, а уже почти одиннадцать. И я побежала скорее делать уроки, и я вчера дошла до восемьдесят пятой страницы. Это пятая глава. Просто что я могу сказать? Мне очень нравится Ли Бардуга. Ну, конечно, это как бы очевидно, но что мне в ней нравится, это то, что она очень красиво пишет. Вот серьезно, она переходит от одной темы в другую, что ты даже в этом не замечаешь. Строки просто вот так вот перетекают из одного события в другое, и ты читаешь, и просто как-то вливаешься в сюжет, серьезно. Ты одно целое с героями, ты наблюдаешь за их жизнью, и это все так интересно, так красиво написано. Я наконец-таки вернулась к любимым героям спустя полтора года, и это очень-очень круто, серьезно. Просто я так рада, я так визжала, когда увидела Зою, Николая, Нину. Говорят, здесь появится еще несколько героев из шестерки воронов. Очень на это надеюсь. Я просто обожаю Ли Бардуга. Здесь такой хороший продуманный мир, здесь такие живые герои, и такие интересные задумки просто. Ну, серьезно, очень все классно, ярко, красиво. Я обожаю, обожаю Ли Бардуга. И эти 85 страниц, они были идеальными. Я надеюсь, что дальше книга будет только лучше, и обойдет все прежние серии Ли Бардуга, и Гришей, и Шестерку. И я буду ждать вторую часть еще год. Но ждать безумно, потому что, ну, книга-то шикарная. Посмотрите только на ее обложку. Просто лучшее. Лучшее. До восьми я снова буду читать книгу, надеюсь, дойти до двухсотой плюс-минус страницы. Дальше я пойду делать уроки на фоне, включу либо сериал, либо фильм. А затем я буду играть на домре. Там мне надо выучить две пьесы до завтра. Сделаю выкройку для технологии. И потом у меня будет свободное время. Я либо сяду почитать, либо выложу видео. В общем, надеюсь, я не отвлекусь на телефон, как вчера, и все успею сделать до того, как лягу спать. Сейчас уже выезжаем в школу. И дело в том, что я вчера сделала не все уроки. По-моему, я об этом говорила. Поэтому я сейчас буду читать текст по английскому, который мы сдаем на оценку, чтение там. Она очень строго оценивает, наша англичанка. И еще она теперь будет учитывать интонации, паузы и все такое. Поэтому сейчас буду смотреть произношение некоторых слов и пытаться читать нормально. В общем, ничего не слышно. Омагат, омагат, ребят. У нас история, учительница еще не пришла, мы сегодня посадили партию. У меня, короче, знаете, у меня есть собственная фразочка. Омагат, омагат! Ого! Блин! Дай я с него весь класс. Весь класс мы утонем. Даже ты четырех. Маша. Маша. Мой звонят. А не пришла Лиза? Нет. Соня, а ты помнишь? Да. Это был карпет. Нет, ты же у меня не была тогда. Да-да. Ты была у меня на Хэллоне. Угадай, кто ко мне придет из моего стадика. Полина? Да какая Полина? Она ко мне в стадик не ходит. Откуда ее знают? Кот, это что? Кот. Не трогай, он сейчас полку проложит. И все. Он такой тоненький такой. Ань, да хватит, ты не попрыгунь. А что это? Будь здорова. Будь здорова. Спасибо. Сейчас почти 11 часов вечера, но я только приехала домой. Последний раз было в 8 утра, так что целый день я тут не жила, поэтому сейчас я смотрю просто на свою комнату и такая, где я? Ладно. В общем, была у Насти в гостях до 10. Мы после школы сразу пошли к ней. Вот еще она сходила на Кировку вместе с Соней и купила мне вот такие стикеры. Наконец-таки, потому что я их вчера не нашла в магазине, она где-то нашла. Вот, поэтому сейчас буду выдирать из короля шрамов вот эти стикеры, которые мне не очень нравятся, и расставлю все по цветам, а потом буду читать. Кстати, продвинулась ровно до 200-й страницы, и это очень маленькая часть от книги, но меня это не волнует, потому что я не хочу, чтобы она заканчивалась. Всем привет! Сейчас я иду с друзьями на каток. Все уже там, а я только выезжаю, как бы, но надеюсь, что успею. Девочки, у нас зима без снега, потому что, как бы, погода в минус, но снега нет. Вау, хотя вот чуть-чуть есть. А еще я, кстати, сегодня встала утром и посмотрела новую серию LadyBug, Кот Блан, там вообще творится какая-то фигня. Новая серия крутая. Она пока что последняя вышедшая из третьего сезона. Вот, жду Феликса. Мы на катке. Я упала на первом круге, понимаете? Просто я так нестреневала, а лапа, видите, на первом круге. Две минуты на катке, я уже упала. Вот, но она тоже не имеет ситуацию. Ему даже круг не поехали. Ну, я не буду ехать на камеру. Только недавно приехала домой, целый день гуляла. Вот, я сейчас буду делать уроки, так как мне кучу всего задали. А я ни вчера, ни сегодня утром ничего не сделала. Сходили, кстати, на семейку Адамс. Очень классный мультик, смешной моментами. Ну, не знаю, как он, насколько смешной, но с подругой мы очень-очень много смеялись. Такой мрачненький, но с юмором. Мне понравился. Насчет Короля Шрамов я сегодня ни секундочки не читала, то есть прочитала ровно ноль страниц. Ну, просто в воскресенье я всегда хожу гулять с друзьями, и поэтому в воскресенье никогда не читаю книги. Так что сейчас буду делать уроки, хотя сейчас уже 10 вечера. Не думаю, что успею почитать. Надеюсь, хотя бы сделаю все и не засну. Как бы я не люблю шестидневку. Из-за того, что ты приходишь в субботу вечером, просто ничего не успеваю сделать. В воскресенье я иду гулять, прихожу домой и делаю уроки. И как бы за выходные я вообще не отдыхаю и не успеваю почитать. Поэтому я не люблю шестидневку и вообще школу. Но, тем не менее, завтра новая школьная неделя. Надеюсь, она будет хорошей. Всем привет! Я давно не появлялась в этом влоге, почему-то его забросила. Просто как-то не было времени, полностью погрузилась в учебу. Вот, только сегодня я решила его закончить, так как он получается уже достаточно длинным. В принципе, ничего интересного не было. Обычная школа, много уроков. Я крайне не досыпаю, просто очень хочу спать. Но сегодня ушла с последних трех уроков, чтобы почитать, чтобы отдохнуть просто. Вот, поэтому сейчас нахожусь в Королеве Шрамов только на 347-й странице. Времени категорически нет. Я могла бы ее уже дочитать раз десять, но из-за школы не успеваю. Вот, но книга, конечно же, нравится. Просто, я не знаю, я хочу снять отдельный обзор потом, чтобы подробно все свои восторги описать. Ну и да, вы были на канале Книжная полка. Надеюсь, что этот влог, я не знаю, он вообще получился какой-то сумбурный. Но он, надеюсь, вам понравился. Так что не забудьте подписаться и поставить лайк. И всем пока-пока!